В прошлый раз мы обсудили, что такое цепные дроби, и выяснили про них много полезных фактов. Сегодня мы будем их время от времени вспоминать. И сегодня мы разберемся, почему цепные дроби связаны с наилучшими приближениями. Давайте я не буду полностью решать то упражнение, которое я дал в конце прошлой лекции. Вот оно сейчас изображено на экране. Вопрос о том, как расположены на отрезке последовательные приближения, подходящие промежуточные дроби, к числу, например, рациональных. Но тем не менее, нам это сегодня понадобится, поэтому давайте я идею расскажу. Мы знаем следующее, что если у нас есть две последовательные приближения, два последовательных приближения. И дальше мы начинаем строить уже за Pn делить на Qn следующие приближения. Для начала промежуточные. То есть следующая дробь, которую мы должны разместить, это Pn1 на Qn1, который надо поставить где-то напрямую. Но нетрудно сообразить, что и числитель, и знаменатель получаются просто как суммы соответствующих числителей и знаменателей в этих двух дробей. Это мы, в сущности, уже где-то здесь доказывали. Мы знаем, как числитель и знаменатель, который есть. Наши выражения через континенты. Вот оно. Что числитель и знаменатель. Значит, это вот такие выражения. И когда мы добавляем что-то, значит, еще одно число в конец, то, соответственно, у нас там числитель и знаменатель разлагаются вот таким образом. Но у нас сейчас Аn плюс первое равно единице, поэтому, значит, там будет просто сумма. Хорошо. Если мы это понимаем, то теперь давайте поймем, где эта дробь лежит. Про эту дробь. Ну, это такая дробь, которая… То есть мы взяли две дроби. Вопрос? То есть мы взяли две дроби и сложили их так, как складывают двоечники. Числили с числителем и знаменателем со знаменателем. Такая дробь называется медиантой. Медианта дробей Pn на Qn и Pn-1 на Qn-1. Вот. Нетрудно проверить, что такая дробь всегда лежит между нашими дробями. Ну, где-то там она лежит. Это там несложное упражнение на неравенство. Дальше что мы делаем? Мы пишем дробь Pn-2. Pn-2 на Qn-2. Но если вы опять же посмотрите на ту формулу, которую я только что показывал, значит, ну, давайте мы напишем. Здесь мне надо будет написать так, Pn-1 плюс 2 на Pn. Ну, и в знаменателе то же самое, только в скупе. А это можно написать так, что это Pn-1 плюс P... Сейчас, простите. Я на меня очень хорошо нарисовал. Давайте я сюда поставлю, а то у меня просто не поместится. То есть у нас получается так, Pn-1 плюс Pn, а здесь Qn-1 плюс Qn. То есть эта дробь попадает куда-то вот сюда. И так далее. и так далее, пока мы не доберемся до следующего приближения, которое будет у нас. Это здесь Pn-1 плюс 1 на Qn-1. То есть это просто Pn-1 на Qn-1. Вот так эти дроби расположены. А дальше, заметим, мы продолжим. Мы должны начать теперь тот же процесс, только теперь мы уже должны вот сюда помещать дробь какую? И сюда мы должны помещать дробь Pn плюс 1, 1 на Qn плюс 1, 1. А здесь, кстати, полезно такое наблюдение, что вот эта дробь, она, это та же самая дробь, как Pn такая на Qn, вот такая. То есть это просто на самом деле можно про нее думать с одной стороны как про начало следующего, так сказать, следующего шага, когда мы теперь начинаем с другой пары дробей. А можно считать ее продолжением предыдущего. Можно сказать, что это просто дробь, которая получается, когда мы здесь еще на единичку увеличим последний знаменатель. Ну, значит, почему это так? В общем, доказывать почти нечего. Ну, надо просто понять, что здесь у меня с одной стороны написано Pn плюс 1 на Q с теми же номерами, а здесь у меня написано то же самое. Ну, надо просто посмотреть вот на, например, вот на такую формулу, что когда я добавляю единичку к вот этому самому C, у меня добавляется в счете изнаменатель просто Pn. Поэтому и получается одно и то же. Pn плюс 1 плюс Pn. Ну, и знаменатель, естественно, то же самое. Вот это соображение, что первая дробь, которую мы будем дальше дописывать, она одновременно и является следующим шагом, так сказать, в предыдущей последовательности, нам чуть позже пригодится. Значит, пока что мы доказали? Ну, на самом деле здесь по дороге мы использовали такой тот факт, что значит дроби у нас расположены, значит, на самом деле мы использовали еще те неравенства, которые мы в прошлый раз доказали, что вот эти подходящие дроби расположены относительно числа альфа в определенном порядке, что какие-то там его приближают, вот на самом деле альфа, оно вот здесь. Какие-то, значит, там четные, его приближают с одной стороны, нечетные с другой стороны. И на самом деле про промежуточные дроби мы тоже все знаем, потому что мы, если мы знаем, что вот эта дробь, которая есть, собственно, вот она написана, у нас вот эта, эта дробь, вот она. Поэтому и все промежуточные дроби, которые вот эти, они лежат с той же стороны, то есть они лежат с той же стороны, где pn-1 и pn-1. Поэтому как расположены на отрезке эти дроби мы на самом деле доказали. Мы доказали, что они расположены, вот как сказано, что мы, когда мы строим последовательность, очередной кусочек, последовательность, состоящий из подходящих, из промежуточных дробей, то они, так сказать, лежат. Ну, скажем, если pn-1 лежала справа, то эти, то следующие подходящие дроби будут лежать слева, и они будут постепенно приближаться к нашему числу. И закончится все очередной подходящей дроби. Были промежуточные дроби, которые постепенно приближались к нашему числу, пока мы не уперлись в очередную подходящую дробь, вот эту оранжевую, pn-1 на qn-1. Дальше у нас начнутся, наоборот, дроби слева, которые постепенно приближаются все ближе и ближе опять же к нашему числу и так далее. Вот будет такое вот перещелкивание слева направо. Здесь мы, то есть что мы доказали? Мы доказали, что эти дроби, они, если мы вообще забудем про все вообще приближения и будем думать только про вот эти дроби, подходящие и промежуточные, то они себя ведут ровно так, как было заявлено, что, значит, все они, каждое следующее будет, ну, с какой-то стороны улучшать, так сказать, приближение. То есть мы видим, что в нашей последовательности дробей каждая дробь у нас подходит все ближе и ближе к нашему числу альфа. Это я напомню про приближение первого рода. Мы сейчас разговариваем, но я не буду доказывать, что на самом, значит, но что здесь важно иметь в виду, что мы пока не доказали, что это именно наилучшее приближение. Может, есть какие-то еще другие дроби, которые лучше, чем все, что мы в нашей последовательности нашли. И вот, собственно, этим мы будем сегодня заниматься. Правда, не для приближения первого рода, про который мы здесь это сказали, а для приближения второго рода, но на самом деле здесь ситуация очень похожая, но просто с вторым родом немножко проще работать. Но давайте мы нарисуем такую же картинку только для приближений второго рода. Я напомню, что когда мы говорим о приближении второго рода к какому-то числу альфа, то мы в сущности говорим о… Мы должны рассматривать величины q альфа минус p. Если мы говорим о какой-то дроби p минус p, то вот такие величины нам надо рассматривать. Ну, давайте мы такие величины будем обозначать обычной буквой x, и тогда мы можем рассмотреть, например, скажем, xn это qn альфа минус pn, а x там nc это qnc альфа минус q минус p mc и здесь картинка получается чуть более даже наглядная. Почему? Во-первых, эти величины у нас будут подходить к нулю с разных сторон. То есть у нас будет здесь какая-то величина x m минус 1, а здесь xn. Ну, то, что величины xn имеют разные передующиеся знаки, это тоже совсем просто, потому что просто, ну, если вы возьмете вот это выражение и поделите его на qn, окончить его положительное, то вы получите просто альфа минус pn на qn. Можете, пожалуйста, напомнить, как у нас qnc и pnc создаются. Значит, еще раз давайте я напомню, что pnc на qnc это вот что такое. Значит, я беру, если у меня альфа разлагается, ну, бесконечную дробь из ожитых, то здесь я пишу вот такое приближение. Вот такую дробь. Это называется промежуточная. Промежуточная, но если c меньше, чем n плюс 1. Ну, и очередная подходящая, то есть она подходящая, равная pn плюс 1 на qn плюс 1, если c равно n плюс 1. Вот. Мы знаем, пользуясь все той же линейностью pn и qn по вот этому самому аргументу, ну, лучше сказать, pnc и qnc по вот этому аргументу c, мы на самом деле получаем теперь следующее, что очередные дроби, но это просто ровно те же самые формулы, значит, что pnc это pn-1 плюс c на pn. Все то же самое верно, когда я здесь пишу букву q, и значит, все то же самое верно, если я здесь пишу букву x, ну, потому что тогда для линейной комбинации этих двух штук тоже все верно, да. Вот. И что у меня тогда получается? Получается у меня тогда следующее, что если я хочу написать, например, xn1, то оно вот здесь. Причем вот эти отрезочки, они равны друг другу. Дальше у меня будет xn2, где я еще раз откладываю такой же отрезочек, давайте даже стрелочки буду ставить. ну и так далее, пока я не дойду до x n n плюс 1 к множе xn плюс 1. После этого я должен откладывать все то же самое с другой стороны. Теперь я должен вот этот отрезочек откладывать отсюда. И вот здесь получить xn плюс 1 1. Ну и так далее. Кстати, я прошу заметить, что вот этот xn плюс 1 на 1 получается из вот этой точки. Давайте я 0 нарисую, скажем, черным, чтобы он нам выделялся. В общем, получается, ровно как мы и уже обсуждали 5 минут назад, что это то же самое, что это x n плюс 1 плюс 1. Здесь это даже наглядь. Просто в одном случае мы сначала смещаемся на этот оранжевый вектор налево, а потом на синий вектор направо. А с другой стороны мы сначала на синий направо, а потом на оранжевый налево. Вот это все. Прекрасно. Вот такая получается картинка. И опять получается, что мы подходим, что в нашей последовательности вот этих промежуточных подходящих дровей каждое следующее приближение, оно улучшает приближение с какой-нибудь стороны, слева или справа. Но это, я напомню, еще раз никак нас не освобождает от той проблемы, что может быть у нас есть приближение какие-то по ЭКО, которые вообще в эту последовательность не входят. И вот сейчас мы как раз и докажем, что таких приближений на самом деле нет. Для этого мы рассмотрим наше отображение, которым мы две недели назад занимались, а именно отображение X переходит в X плюс альфа на нашей окружности. Я так напишу, мод 1 или мод Z пишут. То есть, естественно, мы думаем про это как про отображение окружности, но можно про него думать как про отображение прямой в разные моменты, мне будет удобно по-разному. Давайте сейчас про него думать как про отображение окружности. Давайте я возьму какую-нибудь точку, поскольку все точки равноправные, давайте возьму например точку 0 и напишу и рассмотрю последовательность. Ну вот такую. Это N точек на окружности. Значит, альфа у меня всегда иррациональна, чтобы просто не усложнять себе жизнь. На самом деле, если альфа рациональная, но мы, так сказать, пока еще не достигли того момента, когда эта рациональность проявляется, то есть, когда мы берем число точек меньшее, чем у знаменателя этого числа, то, в общем, все то же самое работает, но я не хочу сейчас на этом восстанавливаться. Это некоторая техническая разница. Итак, это значит, N точек на окружности различных. Тогда эти N точек на окружности делят эту окружность на N дуг. Делят R, Z на N дуг. Вот утверждение эти дуги либо двух длин длинных. У каких-то, не знаю, там A и B. Либо трех. И в этом случае три длины вот такие A, B и A плюс B. То есть, длинная дуга будет суммой двух коротких. Это ключевое для всего дальнейшего утверждения. И сейчас я буду его доказывать. Давайте посмотрим на какой-нибудь, давайте я вот эти точки обозначу, ну, скажем, Y, Y, J, когда здесь G, A. Вот у меня есть на моей окружности какая-то дуга, у которой концы X, Y, Y, J, T. Я могу взять эту дугу и повернуть моим отображением. Соответственно, ее концы станут X, C плюс первым и X, J плюс первым. Ну, и мы понимаем, то есть, получается, что у нас одна дуга перейдет, то есть, одна дуга из нашего вот этого набора перейдет в другую. Была дуга между x-итом и x-житом, был такой кусочек на окружности, который перешел в кусочек, значит, нашим отображением, x переходит в x плюс альфа, все это переходит в дугу между x, значит, y плюс первым и x, g плюс п. Ну и, естественно, у этих дуг одинаковая длина. Давайте подумаем, что здесь может пойти не так. Какие могут произойти, то есть, что я говорю, что вот я беру такую дугу, то есть, скажем, можно себе так рисовать, что если у меня есть точка x-ита, я рассматриваю дугу, которая лежит там смежно с ней, допустим, справа. Тогда здесь вроде как доказано, что с x и плюс первым будет смежно справа дуга ровно такой же длины. Ну и тогда, поскольку всякая дуга смежна с чем-нибудь, начиная с x0, значит, с x0 правая дуга такая же, как для x1, с x1 такая же, как для x2. И вообще получается, что все дуги смежные справа, хотя, я прошу прощения, это, конечно, y-ки, а смежная справа с любой y-итой, они все имеют одинаковую длину. Ну, раз любая дуга смежна справа с какой-нибудь из точек орбиты, значит, все вообще дуги имеют одну длину. Все прекрасно. Длина дуги вообще всегда одинаковая. Их там не две и не три. Доказал, как видите, даже намного больше. Давайте поймем, где же я вас обманул. Может не быть, y и j плюс первого. Первая неприятность, которая может случиться. Значит, давайте запишем это как в случае 1. y, j плюс первое. Ну, можно писать так, как если j равно n минус 1, тогда y, j плюс первое, оно же y, n, не точка разбедения. Ну, хорошо. Еще что может случиться? Еще на правой дуге может точка оказаться. Хорошо. А на левой ее не быть. Отлично. Значит, вот предположим, что здесь у нас оказалась какая-нибудь точка. y, j. Что-нибудь мы можем сказать про эту точку? Ну, что y, j минус первая там была, только если l не единица. Не 0. Ну, не 0, да. Значит, единственный тоже второй плохой, значит, первый плохой случай, когда вот эта точка, это на самом деле y, n, а второй плохой случай, когда вот здесь у меня y, 0. В случае 2. y, 0 принадлежит вот этому вот отрезку. Давайте тогда посмотрим на нашу картинку чуть более внимательно. Итак, вот у меня была дуга. Какая-нибудь. Ну, и я, значит, беру ее и литерирую. Каждый раз у меня получается дуга такой же длины. Дальше что может случиться? Ну, значит, первая ситуация, когда у меня где-нибудь, скажем, вот здесь, ну, пусть вот эта точка, это y, n. Все, дальше y, n, минус 1. Все, дальше итерировать нельзя. Что будет, если я начну итерировать эту штуку обратно? Ну, тоже сколько-то раз мне это позволит. Значит, все то же самое можно, так сказать, проговорить, если я беру не образ, а про образ. Тогда, как бы, неприятности, которые могут с моей дугой произойти, опять же, второй вариант неприятностей стоит в том, что вот здесь попалась точка y, 0. Заметим, кстати, что она попалась именно, может попасться именно здесь. Потому что, смотрите, если бы y, 0 попалась вот здесь, почему такого не бывает? Мы сейчас рассмотрели последовательность отрезков, и, значит, в этой последовательности обе проблемы оказались, так сказать, вот этого типа, что конец, он, так сказать, уперся в конец нашего отрезка траектории. Почему не может случиться вот такого, что вот это y, 0? Потому что у нас альфа-пи рациональный. И что? Ну вот мы взяли отрезок, значит, взяли y, 0. От него была дуга до ближайшей точки вот такая и так далее. Чем плохо, что здесь рациональность? Я пока не понял. У нас, конечно, у левого конца, у черного отрезка, у номера меньше, чем у нас, 1. Артем, я вас плохо слышу. У начального отрезка? Да. У левого конца номер меньше, чем у нас, 1, поэтому за n-1 шагов, там раньше возникла проблема. Да, смотрите, у нас здесь нарисовано n отрезков. Но если вот это y и т, то вот это тогда y n-1 плюс и т, и его номер больше, чем n. Такого не бывает. Значит, первый элемент нашей, так сказать, конструкции, который чисто теоретически у нас может появиться, это вот такой. Ну или ему симметричный. Симметричный, да, естественно, когда у меня, значит, ну давайте я его где-нибудь отдельно нарисую. Вот у меня может быть последовательность отрезков. И здесь у меня y 0, а здесь y n плюс 1. Хорошо. Что еще у нас может быть? Еще у нас может быть такой элемент. Значит, в принципе, у нас, значит, это элементы, которые начинают, так сказать, со случая 1, и с случаем 1 же и заканчиваются. Ну, хорошо. Если мы попробуем все-таки посмотреть, а что будет дальше, что будет, так сказать, если мы все-таки... То есть получается, что случай 1, это вот как раз-таки, когда у нас на левом конце получается y n-1 плюс и. Ну, наверное, на левом или на правом, неважно. Я сейчас, так сказать, смотрите, у нас, как мы выяснили, у нас могут быть две проблемы, когда мы... То есть когда у нас y 0 и y n-1 с одной стороны? Нет. Ну, имеется в виду, что правый или левый конец, соответственно, в этом смысле. Нет, 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 смотрите. Значит, мы выяснили, что у нас, вот, можете себе представить так, что вот мы берем дугу и, значит, начинаем итерировать. Первый вариант. Значит, когда мы итерируем, скажем, вперед, у нас может так случиться, что после итерирования правый конец вышел из нашего множества точек траектории. Ну, отрезка траектории, да. И назад начали итерировать, бац, там, скажем, какой-то конец перестал быть точкой траектории. Ну, просто обкладываем окружность просто. Ну, смотрите. Значит, я беру дугу и начинаю ее либо вперед, либо назад сдвигать. Значит, при этом у меня вообще, вот если я, скажем, вперед двигаю, возможно, три неприятности. Первая неприятность. Левый конец перестал быть точкой траектории. Вторая неприятность. Правый конец перестал быть точкой траектории. Третья неприятность. Где-нибудь в середине завелась точка траектории. Согласны? Ну, это то, что написано. Значит, первые два – это случай один, вторая, значит, это случай два. Значит, пока мы нарисовали такой пример, что, значит, вот мы идем-идем вперед. И, значит, сейчас нарисованный пример – это когда мы… Что теоретически у нас еще может быть? Значит, мы можем, скажем, когда мы идем вперед. У нас может, скажем, случиться вот здесь yn-1. И вот здесь у нас, скажем, может случиться yn, да? Ну, тогда, соответственно, для прообраза будет yn-1. Это все еще первый случай. Нет, значит, смотрите, это случай, так сказать, один. Значит, что мы выяснили? Ну, давайте, значит, первый случай, он делится на случаи l и r, да? Каждая картинка здесь, она сдается парой, на самом деле, кодов. Одна, что происходит при итерации вперед, другая, что происходит при итерациях назад. Например, вот это – это картинка, у которой при итерациях вперед происходит 1r, а при итерациях назад происходит 1l. А это, наоборот, 1r, 1l. Сейчас. Как не запутаться в обозначениях? Как не запутаться в обозначениях? Вот это то, что происходит при итерациях вперед. Это левая картинка. Ну, да, вот эта картинка, а это вот эта. Значит, при итерациях вперед у нас проблемы с правым концом, при итерациях назад – с левым концом. Что мы пока доказали? Мы доказали, что случаев 1l, 1l и 1r, 1r не бывает. Вот помните, когда я здесь y0 написал? Да-да-да. Значит, все случаи, когда все ограничивается нищими, мы разобрали. То есть получается 1l, 1r – это, соответственно, на левом конце, то есть y0 на левом конце, n-1 и на правом. Ну да, на правом, ну, какой-то там далекой итерации. Вот здесь, ну, сколько отрезков там в промежутке, нас совершенно не касается. Они все, я напомню, не знаходили. Значит, что еще может случиться? Может случиться, например, вот что-нибудь такое. Значит, это случай, который по нашей номенклатуре надо именовать как 2, 1r. Ну, давайте. Сейчас, первый мы еще не до конца закрыли. В смысле? В смысле, у нас остались еще вот эти вот два случая, lr и rl. Они, да, они остались. Они, более того, я вам скажу, мы их сейчас закроем, они вполне будут встречаться в настоящих конструкциях. Но мы пока вообще думаем, что у нас встречается. Потрясите, пожалуйста, а почему третий случай тоже неприятность? Потому что, смотрите, вот здесь это происходит при итерациях назад, но это неважно. Вот смотрите, это значит, что здесь у нас yn, я напомню, не точка нашей орбиты, она, так сказать, виртуальность. Потому что она в нашем, рассматривая множество, так сказать, точек разреза, не входит. Но если я проитерирую это еще на один шаг назад, то у меня получится, что вот здесь yn минус первая, которая уже разрезала черный отрезок на два. И теперь у меня на предыдущей атерации будет две дуги в прообразе. Согласны? Да, наверное, понял. То есть, когда мы итерируем, у нас была большая дуга, а из нее получилось две маленьких. Значит, давайте я еще немножко скажу про происходящее. Вот смотрите, я утверждаю, пока даже можно не думать про лево и право. Значит, у нас есть три буквы. Один R, один L и два. Они есть, так сказать, ну, скажем, на правом конце. Давайте я вот так напишу. Вот я утверждаю, что если я рассматриваю, значит, все дуги распадаются вот на такие цепочки. И у каждой цепочки в начале и в конце происходит какая-то, так сказать, катастрофа. Либо один L, либо один R, либо два. Я утверждаю, что… Давайте так назовем это утверждение. Среди всех цепочек есть ровно одна. Ну, потом мы немножко доработаем это утверждение. Значит, ну, давайте пока не будем забегать вперед. Есть ровно одна заканчивающаяся… Ну, вот каждым, так сказать, типом катастрофы… Здесь среди всех это среди всех N. Ну, их не N. Значит, смотрите, у нас… Вот, значит, цепочка – это вот такая последовательность отрезочков, которые получаются друг с другом итерацией. Да, но настройте по N задумываю. Ну, значит, еще раз. Мы взяли N. Разрезать, значит, взяли окружность, поставили на ней N точек орбиты, разрезали ее на дуге. Теперь, я могу, если уж говорить совсем формально, давайте я на этом множестве, на множестве дугу веду, если хотите, отношение эквивалентности. Я именно скажу, что две дуги эквивалентны, если одна получается из другой, последовательным сдвигом вперед или назад, но только таким, там, несколько раз, но только таким, что на каждом шаге у меня та дуга, так сказать, которую я рассматриваю, остается в моем наборе дуг. Ну, извиняюсь, а сейчас, в случае 2.1r, еще раз, что у нас там происходит? Ну, значит, в случае 2.1r, когда мы итерируем вперед, у нас случилась катастрофа типа 1r, а когда мы итерируем назад, у нас случилась катастрофа типа 2. Пока я, так сказать, не говорю, бывает это, не бывает, но вот просто нарисована картинка, как это могло бы быть. Значит, вот здесь вот она цепочка. А этот отрезочек уже в цепочку не входит, это вместо него получилось 2 отрезка других таких цепочек, но окей. Чувствуется, пока я как-то запутал всех. Давайте какой-нибудь пример. Вот, да. Да, давайте примерно смотрим. Ну, хорошо, давайте возьмем какое-нибудь число, ну, не знаю, там 0.37. Оно, конечно, рациональное, но оно там имеется знаменательность 100, поэтому это нам не страшно. Ну, и давайте попробуем написать точки. Значит, вот у меня есть точка 0. Давайте я сверху буду писать номер 0, там y0. y1, которая есть 0.37. Так, дальше будет какая-то точка 0.74, да, где-то вот здесь, y2, 0.74. Дальше y3 будет, значит, сколько там будет, 0.11, да, где-то вот здесь. 0.11, y3. Дальше там будет, значит, 0.48. Дальше, ну, ну, скажем, предположим, что я остановился где-нибудь здесь. Тогда давайте посмотрим, где мои цепочки. Одна цепочка. Ну, вот она начинается, значит, у меня получилось сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, давайте, ладно, еще порисуем. Так, 74. Значит, и дальше будет y5, которая есть 0.85. y6, которая есть... Значит, я должен от третьего еще... 0.22. Ну, например, где-нибудь 59, это y7. Все, хватит. Значит, первое. Вот я начинаю с вот этого отрезочка. Значит, это моя первая цепочка. Значит, у него внизу отрезок y0, y3. Это уже означает, кстати, что тип этой цепочки будет 1L. Ну, что получится. Значит, этот отрезочек переходит вот в этот отрезочек. Все нормально. Отрезочек y1, y4. Еще раз итерируем. Получаем отрезок вот этот, y2, y5. Дальше из него получится отрезок y3, y6. Вот этот отрезок. Из него получится отрезок y4, y7. И все. Потому что здесь у меня случилась катастрофа типа 1R, y7, последняя точка моего куска орбиты. Второй отрезочек. У меня вот этот. Сейчас. Ну, хорошо. Вот у меня был отрезок y6, y1. Странно все выглядит, но ладно. Да, а, это вот у меня получился несколько такой... Сейчас. Сейчас. Ну, хорошо. Значит, 6, значит, 0,37. И вот его образ. Тоже синенький. y7, y2. У него, кстати, есть еще прообраз. y5, y0. Здесь у меня вообще все покрасилось в два цвета. А вот здесь вроде как получилось 1R, 1L. Если я сделаю все то же самое, только давайте я y7 вытяну. Нарисую всю ту же самую картинку, но без y7. Давайте я скажу вот здесь. Я пишу только номера точек орбиты. 1, 4, 2, 5, 0. Значит, что у меня тогда получится? Тогда у меня получится вот 0, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6. И на этом все. 1, y2, y3. А здесь y3, y4, y5, y6. Значит, это по-прежнему 1L, 1R. Дальше будет синяя последовательность, которая начинается вот с 5, 0 и потом в 6, 1. y5, y6, y1, y0. Это тип, как мы знаем, 1R, 1L. И, наконец, будет еще один отрезок с концами y4, y2. Давайте про него посмотрим, что с ним происходит. Если я его итерирую вперед, то у меня точка 4 переходит в точку 5, точка 2 переходит в точку 3. То есть вот его образ. Смотрите, он идет вот так и вот так. И в этот образ попадает точка 0, новая точка. Поэтому здесь в будущем будет катастрофа типа 2. А в прошлом что происходит? Если я беру правый образ, то это будет отрезок между точками 3 и 1. Вот он. И сюда попадает точка 6. То есть и в прошлом была катастрофа типа 2. Вот, собственно, и все. Значит, теперь на верхней картинке у нас три цепочки, между которых одна имеет длину 1, но это нас совершенно не пугает. И смотрите, среди, так сказать, вторых индексов, вторых, так сказать, типов будущей катастрофы, в каждой цепочке встречается что-то свое ровно по одному разу. Один раз 1L, один раз 1R, один раз 2. Точно так же среди, так сказать, прошлых индексов тоже встречается каждый значок по одному разу. Значит, вот на этой картинке вот здесь у нас случилось… Давайте теперь, я сейчас докажу это утверждение, конечно, но давайте посмотрим на то, что у нас произошло теперь вот в этом случае. Почему здесь вот это утверждение, формально говоря, неверно? Оно на самом деле верно, но надо немножко внимательнее посмотреть на происходящее. А именно, вот посмотрим на этот отрезок Y7, Y2. Если я буду рисовать его образ, то его образ будет у нас отрезком Y8, Y3. Давайте поймем, что это такое. Значит, Y3 у меня вот, а Y8 – это что тут будет? Это будет, значит, 0. Это Y8, которая есть 0.96. И отрезочек этот, образ, он вот он. То есть в будущем на самом деле произошло сразу две катастрофы. С одной стороны, один катастрофа типа 1L, а с другой стороны одновременно произошла и катастрофа типа 2L. Теперь посмотрим на прошлое. Опять-таки отрезкать вот это вот Y5, Y0. Значит, ну, был отрезочек Y5, Y0, где вот он у нас, вот этот последний синий отрезок. его прообраз будет отрезком Y4, Y-1. Y-1 у нас, значит, что такое Y-1? Это сколько там будет? 0.37. Значит, Y-1 – это 0.63, да? То есть у меня получится прообраз. И опять-таки в прошлом нас ждала не только катастрофа 1R, но и катастрофа типа 2. Поэтому вот здесь, как мы видим, две катастрофы происходят одновременно. Два и какая-нибудь еще из оставшихся. Вот, посмотрев на все на это, давайте все-таки докажем это утверждение. Доказательство очень простое. Вот, смотрите, вот у нас, допустим, в будущем происходит катастрофа типа 1R. Она может произойти только для одного отрезка, точнее, для одной цепочки, а именно для той цепочки, в которую входит отрезок, примыкающий, ну, так сказать, слева к моей точке. Вот я должен взять эту точку Y1, такая конкретная точка на окружности, и просто смотреть, какая дуга ко мне лежит слева от этой точки. И вот в ее цепочке произойдет катастрофа типа 1R в конце. То же самое у нас случится с 1L. То же самое у нас случается с катастрофами типа 2. Надо просто посмотреть, куда попала точка там YN, или там наоборот Y-1. Она попала на какие-то отрезки, но тогда, если вы их там итерируете, тогда это последние отрезки в соответствующей цепочке. Вот и все. Вот и все доказательства. Единственное, что к нему надо добавить, и мы как раз спасибо вам, что попросили пример разобрать, что мы видим, что иногда две катастрофы происходят сразу, вот как здесь. Но тогда мы тоже можем сказать, какие катастрофы у нас могут происходить сразу. у нас сразу не могут происходить катастрофы видов 1L и 1R. Потому что это значит, что наш отрезочек имеет и левым, и правым концом YN плюс 1. этого не бывает. Ну, кроме идиотского случая, когда мы рассматриваем всего одну точку на окружности, но это так делать не будет. Поэтому совместно могут происходить только катастрофы 1, что-нибудь, и 2. Это первое наблюдение. И второе наблюдение, которое мы уже сделали, что если теперь посмотреть на и прошлую, и будущую катастрофу вместе, то запрещена конструкция вида 1L, 1L и 1R, 1R. Поэтому что же у нас остается? Остается у нас два варианта. Ну, вернее, давайте поймем, какие у нас варианты остаются. Что не запрещено. Давайте начнем с тех случаев, когда все катастрофы происходят у нас на разных отрезках. И тогда мы можем себе что-нибудь такое придумать. Ну, например, 1L, 2, 2, 1R, 1R, 1L. Что там еще бывает? 1L, 2, 1L плохо, потому что здесь 1R, 1R не годится. Значит, итого остается у нас, в общем-то, три. Какие еще бывают варианты? Бывает еще вариант 1L, 1R. А здесь, значит, у нас 1L может либо с двойкой контактировать, тогда у нас только такой вариант. А почему у нас 1L2 дважды записан? Это как бы варианты. Вот B, как мы видели, не реализуется. Вот B. Это, так сказать, критик. А, то есть это одновременно? Да, вот я выписываю, что у меня бывает, так сказать, во всем наборе. Первый вариант, вот написан. Второй вариант не реализуется. Значит, мы перебрали все варианты, что у нас может случиться с 1L2. Дальше. Ну, дальше смотрим, какие еще будут варианты. Когда 1L с 1R. Ну, тогда мы что можем сказать? Тогда у нас есть вот такой вариант. 1L, 1R. Простите, 1R, 1R. Может еще быть вариант Г. 1L, 1R. Значит, 2, 1L. 1, чего там? 1R, 2. Ну, и если у нас катастрофа происходит. Значит, в частности, мы отсюда получили, что у нас бывает либо… Значит, один кусочек мы на самом деле уже доказали, что у нас цепочек либо 2, либо 3. Ну, просто потому, что иначе катастроф на всех не хватит. Значит, вот случаи с тремя цепочками. И случаи с двумя цепочками могут быть какие? Здесь, опять-таки, надо вспомнить, что… Ну, давайте все перечислим. 1L плюс 2. Ну, например, такой вот вариант. Значит, здесь у нас получится 1R, 1L плюс 2. Как видите, такой вариант, когда 2 у нас вот так стоит. Ну, и еще бывает симметричный вариант, когда у нас здесь 1L, 1R плюс 2, 1L. И, наконец, есть еще вариант, когда двойка прибавляется к одному к тому же. 1R плюс 2, а здесь 1R, 1L. Значит, я утверждаю, что это все, что бывает. Вот, на самом деле, 6 вариантов. А, извините, а у нас получается… Если с плюсом, то это значит, что… Ну, одновременно имеется в виду. Не-не-не. То есть, у нас просто с плюсом и минусом, это как… Ну, как получается читать? То есть, как… Значит, минус – это никакой не минус, это тире, прошлое и будущее. А плюс означает, что одновременно реализуются две катастрофы. Вот я здесь не скобочку ставил, но фигурную скобочку поперек ставить неудобно. Это вот этот случай, например. Вот этот случай, так как 1R плюс 2, 1L плюс 2. Ну, может быть, не самое у меня удачное сегодня обозначение, но уж какие есть. Так, что же у нас получилось? Вот 6 случаев. Ну, случай B сразу вычеркиваем. Я, так сказать, иллюстрировал, что такого не бывает. На самом деле, здесь еще много чего не бывает. Вот смотрите. Дело в том, что когда мы пишем случай 2, я напомню, ну, допустим, что у меня что-то закончилось на 2. Это значит, что вот где-то здесь у меня сидит точка x минус 1. Ну, и вот там были прообразы и так далее. Вот у меня была одна цепочка, которая здесь кончилась. Но за этой цепочкой, ну, если только, значит, там не произошло каких-то дополнительных катастроф, началось еще 2, а именно, которые начались с x-нор. У них, кстати, катастрофы вида 1R и 1L. Вот у этой цепочки будет у нас что 1R, ну и дальше что-то там, а у этой 1L что-то там. Значит, мы видим, что если какой-то отрезок, пока давайте говорить про первую часть таблички, когда одновременно не происходит там никаких проблем. Если что-то закончилось на 2, то у этого чего-то длина будет равна сумме двух длин. То есть, например, вот здесь у меня вот этот отрезчик закончился на 2. И значит, длина у меня какие-то такие. Вот здесь у меня есть какая-то длина А, здесь есть длина А, а вот здесь есть длина А плюс Б. Это я вот просто посмотрев на эту двойку, а также вот на эти 2, 1. Сейчас, тут у меня вообще получилась некоторая глупость, потому что я неправильно написал. Собственно, сейчас я, вот смотрите, если у меня это двойка, значит, а с другой стороны я должен взять две последовательности, которые начинаются с 1R и 1L. Значит, это у меня, давайте, А, Б и С. У меня получилось, что А плюс С равно С. С одной стороны длина вот этого отрезочка у меня С, потому что это вот эта третья цепочка. А с другой стороны длина этих отрезочек у меня в этом случае, значит, 1L, R это А, а 1R что-то там это С снова. То есть у меня получилось, что А плюс С равно С. Значит, такого тоже не бывает. Отрезок, который заканчивается на 2, должен быть самым длинным. Ну, ровно по этой же причине не бывает на самом деле, значит, случая. Значит, мы говорили, что вот этого не бывает. Ровно по тем же соображениям не бывает вот этого случая. И все, что у нас остается, это вот этот наш случай В. В этом случае у меня есть две длины, а эта длина есть А плюс В. И вот он вам, тот самый главный случай из нашего утверждения. Теперь надо точно так же разобраться с тем, что происходит в случаях D, E и G. И опять-таки лишних из них выкинуть. Так, понятно, что пока произошло? Сейчас, а почему А и Г не бывает? Ну, В не бывает, как мы уже договорились, потому что есть 1R, 1R. А в случае А не бывает и Г по одинаковым причинам, которые я вот здесь и писал. Потому что если у меня… Сейчас А у нас же только 1R, 1L и 1L. Надо вот сюда посмотреть. Посмотрите. Значит, если это у меня А, В, С, то у меня точно так же будет А, который заканчивается на двойку, равен А плюс С. В общем, опять не сходится. Сейчас, а как мы так считаем? Ну как, посмотрите, вот этот заканчивающийся на двойку – это А. Это вот он А. А теперь мы смотрим на два отрезка, которые… А, то есть у нас они, получается, склеиваются, например… Они склеиваются не пойми как. Получается, что такого не бывает. Поэтому, так сказать, эти цепочки, они должны, как вы видите, стыковаться. У них есть одна точка, где они расходятся на две, где цепочка была одна, а потом она разрезалась на две. Есть еще одно место, где, наоборот, из двух получилась одна. Но тогда понятно, что единственный вариант состоит в том, что у нас была, так сказать, длинная, толстая цепочка. Был две потоньше, которые в нее как-то влились, и потом из нее как-то обратно разошлись. Кстати, разошлись они с перехлестком. Но я чуть позже нарисую картинку. То есть какая-то из меньших входила слева и справа, потом они сливались, то когда наоборот я дойду до конца, то выходить они будут наоборот. Право и лево они поменяются местами. Но я нарисую эту картинку чуть позже. Еще раз. Теперь с этими. Давайте точно так же разберемся. Тут надо быть несколько более внимательным. Но, в общем, ничего хитрого. Так, давайте смотреть. Вот это А, вот это Б. Значит, раз у меня… Вот посмотрим на, скажем, первый отрезок этой цепочки. Первый отрезок этой цепочки имел правым концом… Во-первых, что мы знаем. Вот она продолжается куда-то туда. Значит, во-первых, произошел пункт 2. Это значит, что сюда у нас попала точка X10. С другой стороны, у нас реализовался случай 1L. Это значит, что какой-то конец, а именно левый, у нас X0. Вот она картинка. Что будет на предыдущем шаге? На предыдущем шаге… Да, а вот здесь вот у меня, кстати, примыкал отрезочек из второй цепочки, да, потому что у нее как раз в прошлом реализовывал случай 1R. Значит, вот это А, вот это B. Дальше берем прообразы. Ну, с этими точками ничего интересного не происходило. Они как были точками моей орбиты, так и остались. Вот эта точка была точкой орбиты, но ей быть перестало. Здесь X-1, которая не разбивает мой отрезок. А здесь, наоборот, получилась Xn-1, которая точка орбиты, которая разбивает. И значит, получилось у меня тогда, что в прошлом… Ну, здесь, собственно, можно даже проще сказать. Смотрите, у меня получилось вот такие две длины. И значит, это последний отрезок какой-то цепочки. Может, дальше ему идти некуда. Но какой? Вот смотрите, давайте посмотрим вот, например, на этот фиолетовый отрезок. Какие с ним происходили неприятности в будущем? Значит, у него конец Xn-1. Это значит, что у нас реализуется тип катастрофы 1R. Вот если это Xn-1. С другой стороны, с ним, именно с ним одновременно реализуется тип катастрофы 2, потому что на нем попала точка X-1. То есть мы видим, что у нас должно встречаться среди, так сказать, будущих катастроф 1R плюс 2. А у нас такого нет. Противоречие. То есть такое у нас невозможно. Мы, я напомню, находились сейчас в случае D. И вот таким, опять же, внимательным рассмотрением, в каком порядке эти точки там лежат, мы выяснили, что такого не бывает. Что у нас непременно должен быть отрезок с примыканием типа 1R плюс 2, с катастрофой на правом конце цепочки. Такого не бывает. Точно так же, значит, мы исключили случай D, случай E исключается точно так же. И остается у нас только случай G, который, собственно, здесь вот и был нарисован. Если вы посмотрите. Ну, вот он, да. Видите? Ну, есть ему симметричный, когда буквы LR меняются местами. Тут все понятно. Так, что-то я здесь несколько закопался. Ну, ладно. Мы на самом деле очень много чего добились, посмотрев на все на это. А именно мы выяснили, что эти отрезки у нас расположены следующим образом. Вот давайте я еще раз нарисую эти цепочки. Сначала нарисую их в общем случае, когда у меня есть цепочка. Вот эта цепочка черная, это длины A плюс B. В какой-то момент у меня эти цепочки начинают расходиться. И превращается черная цепочка вот в красную и синюю. Причем вот эта точка, это у меня точка X0. Они идут, идут, идут. И, соответственно, где-то здесь они заканчиваются. Давайте я… Но заканчиваются они таким вот образом. что у меня есть сколько-то красных отрезков, сколько-то синих. Их не обязательно поровну. И вот эта точка у меня Xn минус 1. Ну и вот так. Вот так все происходит. Это один случай. Это случай B. А случай какой-то G от него отличается тем, что черных отрезков не осталось вовсе. То есть в случае… Ну, просто представьте, значит, случай G отвечает тому, что черных отрезков… Просто ноль штуков. Ну и тогда происходит ровно то, что там написано. Вот. Так. Ну, хорошо. Попробуем уместиться. А теперь смотрите, что у нас получается. Ключевое для дальнейшего рассуждения стоит вот в чем. Давайте посмотрим, что происходит с той точкой… Вот мы постепенно будем по одной добавлять точки в орбиту. И как меняется наша картинка. Вот давайте посмотрим. Предположим, что у меня сейчас имеет место вот та картинка, которая нарисована. Вот для случая вот такая. Я увеличил m на единичку. То есть я добавил к точкам разбиения точку х. Что произошло? Произошла очень простая вещь. А именно вот этот отрезок, он превратился в два отрезка вот таких. И вот здесь у меня точка х. То есть просто у меня один из черных отрезков разрезался на красный и синий. То есть был отрезок длины а плюс б, а осталось два отрезка две другие длины а и б. Итак, поэтому здесь не происходит ничего интересного, пока мы не дойдем до той точки, когда мы дойдем давайте до последнего отрезка и посмотрим, что же там происходит. То есть все интересное, качественная перестройка происходит как раз в случае, который у нас обозначен буквой G. Так, давайте нарисуем еще раз. Вот у меня есть два отрезка. и есть вот такие два отрезка. Ну, здесь дальше на одни, может быть, я. Вот этот вот сюда. Здесь тоже сколько-то отрезков. Вот сюда. А вот это у меня х1, вот это у меня х0. Добавил я очередную точку. Вот она, это хn, вот она сюда попала. Что же произошло? Ну, произошло теперь следующее. У меня получились... Какие отрезки? Ну, во-первых, у меня получился еще один отрезок красной длины, который просто красную цепочку удлинил. А еще у меня получился отрезок новой длины, вот этой зеленой. И теперь я могу эту картинку нарисовать так. Вот смотрите. У меня... Давайте я всю синюю вот эту вот, все вот это синяя нарисую, значит, внизу. То есть теперь синяя у меня играет роль бывшего черного. В конце, значит, его ждет один зеленый отрезок, ну и какое-то количество красных. А, значит, последний красный отрезок, он отображается вот в этот кусочек, а единственный зеленый отрезок при сдвиге отображается вот на этот кусочек первого, вот этого вот синего отрезка. То есть, как видите, время от времени, когда мы... То есть обычно мы просто разрезаем один отрезок на два отрезка поменьше, но в тот момент, когда больших отрезков не остается, происходит качественная перестройка. Перестройка стоит в том, что у меня осталось сначала две длинные отрезка, две длинные отрезков, и после этого у меня длинный отрезок превращается, так сказать, в новый большой отрезок, и начинают появляться отрезки типа разности, да, когда мы от длинного отрезали короткий. И дальше, собственно, все продолжается. Вот, что мы доказали. Последили? И нам тут еще что-нибудь пояснить. Значит, дальше будет некоторое... Можно пояснить, что сейчас произошло для тех, кто немного выпал, потому что... Значит, вот это на самое ключевое место. Значит, еще раз, что произошло? Мы смотрим на... Откуда взялись эти красные и синие отрезки? Вот это вот все. Смотрите. Значит, мы нарисовали такую картинку. То есть мы берем и делаем все, что мы делали до этого, для разных N. Число альфа у нас фиксировано по-прежнему, фиксировано до самого конца, а вот N мы будем менять. Что конкретно мы делаем сейчас? Мы сейчас сравниваем. Представьте, что у вас есть такая длинная галерея картинок. Значит, каждая картинка отвечает своему N. То есть просто по количеству точек? Да, просто по количеству точек. Так. Для каждой... Ну, дальше я делаю следующее. Значит, вот на этой картинке. Эта картинка схематически отображает, изображает все дуги, которые у меня здесь нарисованы. А как ее читать? Как ее читать? Смотрите. Вот. Раньше спрашивали. Значит, читать ее надо таким образом, что отображение... Вот, значит, я беру все дуги. Ну, они кривые, но я их буду отрезками, естественно, рисовать. Каждый шаг просто вверх. Ну, на самом деле, просто по любой стрелочке. Я просто стрелочки не рисую. Вот здесь вот везде есть стрелочки. Как бы этот... Каждый шаг – это поворот на угол альфа. Ну, соответственно... Переход на уровень наверх. Да, переход на уровень наверх – это, так сказать, на картинке, как бы до того, как мы ее разрезали и вот так разложили, это просто поворот на угол альфа. Дальше надо просто вспомнить, что происходит у нас с цепочками, как они умеют заканчиваться и начинаться. И получить вот эту картинку. Ну, в общем случае, когда у нас все катастрофы происходят не одновременно. У нас есть сколько-то? У нас есть три цепочки. Вот одна цепочка, черная, имеет длину а плюс b. Есть две другие цепочки. Красная и синяя. Которые мягкие длины, а маленькая – маленькая. Это просто длинный отрезок. Ну, значит, нарисовать так, что мы все время поднимаемся вверх, не получится, потому что когда-нибудь нам надо, так сказать, замкнуться. Ну, поэтому я вот часть, так сказать, нарисовал сверху, а потом сказал, что дальше надо продолжать снизу. Вот. Стало понятно, что на этой картинке нарисовано? На одной пока картинке для одного фиксированного n. Сейчас. Нет, не очень понятно, как. То есть это мы получаем, это просто мы, получается… Давайте на первичном примере разберем. Вот у меня есть вот эта картинка. Вот, собственно, она здесь уже была нарисована. Можете, пожалуйста, вернуть на картинку саму, обсуждаем. Да, давайте. Вот она. То есть получается, что мы берем, смотрим какой-то отрезок конкретный, фиксируем его, и потом смотрим его образы и прообразы. Ну, мы… Так, значит, мы берем его образы и прообразы до тех пор, пока нам это позволяет наш набор дубов. Ну, понятно, да. Это не бывает. Значит, вот, когда мы берем просто вот этот набор прообразов, это то, что я называю словом цепочка. Значит, у меня получилась, например, черная цепочка. А есть еще две других цепочки. Красная и синяя. Сейчас. То есть цепочкой мы называем… Набор дуг одинаковый. Набор дуг. Попросту, говоря более аккуратно, набор дуг, которые… Ну, соседние дуги в цепочке получаются друг к другу по роду на углу альфа, ну или минус альфа, если налево идти. Хорошо. Значит, смотрите, что у меня тогда получилось. У меня есть вот эти красные. У меня есть три цепочки. Здесь нарисовано, как эти цепочки друг к другу, так сказать, примыкают. Просто здесь на самом деле написано, что, скажем, красная цепочка начинается с катастрофы типа 1r, потому что у нее x0 в правом конце. Там синяя начинается с катастрофы типа 1l, а черная, например, заканчивает с катастрофой типа 2, потому что там появляется x-1, ну и на следующем шаге x0. И точно так же можно и будущее просмотреть, ну, кстати, про другие концы сказать. Там, получается, закончится типом… Ну, будет 1l, 1r? Да, да. Вот у меня будет красная иметь… Наоборот, 1l, 1r – это синяя. Да, красная будет иметь тип 1r, 1l, синяя будет иметь тип 1l, 1r, а черная будет иметь тип 2.2. Вот они все здесь нарисованы. Значит, дальше. Теперь я беру на такую картинку и на соседнюю с ней картинку, в которую я добавил одну точку в орбиту, точку xn. Кажется, я писал yn. Сейчас, а соседнюю назад, в смысле. Соседнюю назад. Нет, причем вперед. На самом деле, картинка, которая была для n, она вот так. А теперь я добавил точку xn очередную, на вот здесь xn. И что у меня при этом произошло? При этом один черный отрезок развалился на красный и на синий. Вот и все, что произошло. Больше не изменялось ничего. Число отрезков, соответственно, в красной и синей цепочке выросло на единичку, в черную единичку упало. Все, больше не произошло ничего. А, значит, вот у меня красный, вот у меня синий. Значит, это все будет происходить. Значит, мы продолжаем теперь идти вдоль нашей галереи вот таких вот диаграмм. Каждый раз увеличивая, соответственно, длину нашего отрезка орбиты на единичку. Когда мы так делаем… Сейчас длина отрезка орбиты, это имеется в виду… Ну, то есть число точек просто наших этих, n. А, то есть просто добавляем по точке каждый раз. Добавляем каждый раз по точке. Значит, обычно не происходит ничего интересного, как мы выяснили. Просто длинный отрезок развивается на два отрезка покороче. Когда все дело будет интересно? Когда черные отрезки закончатся. Давайте посмотрим на этот случай. И вот здесь он нарисован. Вот черные отрезки закончились. Значит, давайте я еще раз восстановлю картинку в том виде, в каком она была, когда они закончились, но мы еще ничего интересного не совершили. Вот была такая картинка. Значит, это картинка того самого случая G. Когда одновременно происходят две катастрофы. Значит, вот в данном случае у нас есть красная цепочка, с которой происходило, что она начиналась с 1L, а заканчивалась с 1R. Был синий отрезок, синяя цепочка, которая начиналась с 1R плюс 2, потому что на ней лежала точка X, а заканчивалась она катастрофой типа 1L плюс 2, потому что сюда лежала точка X минус 1. Вот. Теперь мы берем и на эту картинку добавляем точку XN. Сейчас. А синий у нас A. У нас вот как. Хорошо. Что же у нас пришел? Так. Итак. Теперь мы, наконец, добавляем точку XN. Вот эту. Что у меня получилось? У меня теперь появилось три цепочки. Есть вот эта цепочка, состоящая из единственного отрезка. X0, XN. Зеленая. Вот она здесь нарисована. Значит, давайте все точки перевернемся. Вот это X0, вот это XM, это XM. Ну, точнее, это будет уже XN плюс 1, если мы образ рисуем. Ну, и вот, наверное, все. Еще вот здесь у меня будет ассамбликс. То есть у меня получилось, что при таком шаге, в этом преобразовании, у меня один синий отрезок развалился на красный плюс зеленый. После этого у меня получилось снова три цепочки. Но теперь синяя цепочка стала, так сказать, большой, которая имеет длину A плюс B. а красный и зеленый стали цепочками, соответственно, вот этих меньших длины. Вот что произошло. Что будет происходить дальше? Дальше опять не будет долго происходить, ничего интересного. А именно просто на каждом шаге я беру один синий отрезок, ножницами режу на красный и зеленый. Режу, 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 пока не закончится. И так далее. Вот что мы сейчас указали. Мы доказали, значит, мы сказали, как меняется вот эта последовательность длины отрезков. Ну и как они вообще там расположены, как они друг к другу переходят. Мы всю эту картинку очень подробно описали. У меня выходит время, я, наверное, сегодня все-таки не буду это комкать. Но отсюда уже совсем недалеко до той теоремы, которую, я напомню, является нашей целью. А именно наша теорема в чем состоит? Что наилучшее приближение – это подходящие промежуточные дроби. Во-первых, я прошу заметить, что… Вот представьте, что вы взяли какое-то N. И вот у вас есть какая-то картинка. Ну, например, вот эта. Давайте. Я утверждаю, что просто глядя на эту картинку, ну, если особенно знать числа A и B, там, и еще какие-нибудь сопутствующие числа, очень легко сказать, какие наилучшие приближения слева и справа среди всех дробей со знаменателем не больше N. Ну, вот они. Это вот эта точка и вот эта точка. Просто построение. Потому что эти дуги – это отрезочки самой, ну, так сказать, это дуги, примыкающие к нулю, на которых нет других точек разбиения. Поэтому эти числа A и B будут среди наилучших, ну, будут, соответственно, наилучшими приближениями слева и справа. Вопрос. Да. Сейчас еще раз. Мы, получается… Я перестал понимать, что происходит на моменте с зеленой… Когда у нас была зеленая цепочка и красная. Сейчас, если что-то зеленая цепочка, значит, вот к этому. Да, да, вот после этой картинки как-то сейчас… Нет, значит, эта картинка была нарисована, и дальше была поставлена некоторая такая жирная точка. Угу. Было сказано… Значит, давайте я попробую то же самое еще раз. Значит, вот у меня есть ось N, и для каждого N нарисована картинка. Обычно, когда мы переходим от N к N плюс 1, происходит, так сказать, неинтересный переход. Это значит разрезать один отрезок A плюс B на отрезки A и B. Но иногда, значит, когда у нас число… Собственно, мы можем… Значит, но иногда в нашей последовательности встречаются интересные переходы. Знаешь, опять, долго-долго будет неинтересно. И так далее. Значит, вот эти интересные переходы, они устроены как? Что вот здесь у нас только две длины. Тогда нам нечего резать. И вот здесь нарисовано, что при этом происходит. Ну, давайте… То есть, ну, давайте вам какие-нибудь поставлю обозначения. Давайте, скажем, все, что здесь можно, обозначим. Скажем, что у меня есть вот этих отрезков у меня, скажем, N, A, штук. Вот этих у меня, скажем, N, B, штук. Ну, а этих там N, A плюс B. Тогда вот такой переход. И точно так же я могу дать… Ну, хорошо. Давайте даже я немножко изменю обозначение, чтобы… Ну, мне так удобнее будет. Смотрите, вот давайте эту длину обозначу AL, а эту длину я обозначу AR. Сейчас. Как мне лучше быть? Давайте даже… Да, я буду потихоньку приближаться к тому, что было, и скажу, что вот это у меня точка XL большой, это XR большой. Может быть, эти LR – это не индексы. Давайте я буду вверх писать XL и XR. Есть, соответственно, у меня вот эти три числа. N и L штук. Этих у меня NR штук. И вот этих у меня, ну, скажем, их… Точнее, длина у них, естественно, какая. Ну, длина у них, так сказать, XL плюс модуль XL плюс модуль XR. У них разных знаков эти величины. Ну, неважно. Сейчас я не хочу. Ну, и есть еще там, у них, скажем, NS штук. Что тогда мы знаем? Давайте какие-нибудь попробуем. Вот здесь у меня были, какие-то у меня были, значит, XL, XR, ML, NR и MS. Что с ними произошло после неинтересного перехода? Ну, XL и XR какие были, такие и остались. К NL добавилась единичка, к NR добавилась тоже единичка, а из NS единичка вычлась. Вот он, неинтересный переход. Все очень просто. Просто число отрезков меняется. Той, другой, той, другой длины. А бывают интересные переходы. Но давайте попробуем проследить, что же тут произошло. Вот он, интересный переход. Было так, стало так. Значит, были у меня две длины. XL и X. Вот он был XL. И вот это. Вот он, мой XR. Новая вот эта точка, которая появилась. То есть можно теперь так написать, что XL штрих, вот оно. Вот это XL штрих. Индекс исползает вниз, это, конечно, ошибка. Новая XL штрих у меня чему равно? Но надо, как обычно, посмотреть. Я должен пойти направо, это будет XR. И потом налево, это будет XL. Значит, я напоминаю, что эти величины разных знаков, мне будет так удобно. Поэтому, когда я пишу плюс, на самом деле они вычитаются. Модули вычитаются. Модуль XL штрих, это модуль XR. Как у нас происходят эти преобразования еще раз, можно? Вот смотрите, вот это точка 0 просто. Да. А X0 это 0. X0 это 0, да. Теперь смотрите, у меня был такой вот красный вектор, был вот такой вот синий вектор. Это и есть XL, вот это XL. Это вектор. Теперь мне надо понять, а как будет устроен мой вот этот зеленый вектор? Надо заметить, что это наша знакомая уже вещь, что вот здесь у меня нарисован красный вектор. Ну или, если хотите, вот у вас здесь есть красный вектор, а к нему надо прибавить вот этот синий. Так или иначе, вы получаете, что зеленый вектор и сумма красного и синий. Таким образом, произошло вот то, что произошло. Значит, с правой стороны не произошло ничего. XR штрих равно XR. Теперь надо посчитать количество. Количество это немножко большая возня. Ну, NL равно единице. N, R. Значит, давайте поймем, сколько у нас было N, R. Значит, N, R – это число красных N, R, NL штрих. N, R штрих – это число красных отрезков в картинке. Что произошло? У нас, я напомню, синий отрезок развалился на красный и зеленый. Зеленый – один, красный, значит, стало на один больше, чем было. N, R плюс один. Сейчас, а N – это… N – это число отрезков соответствующей длины. Ну, давайте сейчас я напишу, потом посмотрим, какой-то N с 1. Я еще раз напомню, что вот этих красных у меня здесь было N, R, а вот этих синих было N, L штук. Так, сейчас, а N, S – это что? A, N, S было равно нулю, N, S было равно нулю, потому что у меня черных отрезков здесь не было. Этих черных отрезков не было, поэтому они уменьшались, уменьшались, уменьшилось до нуля. После этого произошла кардинальная перестройка, а именно, смотрите, у меня появился отрезок новой длины, вот этот. Второй отрезок длину сохранил. Соответственно, все отрезки, которые раньше имели пропавшую, так сказать, из XL и XR длину, а именно длину XL, теперь стали иметь длину, сумму длины, то есть у меня теперь все вот эти отрезки, вот их число, это их число N, S в штрих. Потому что, значит, N, S по определению – это число отрезков длины сумма двух примыкающих к нулю. Сколько? А ведь столько, сколько было раньше синих, ну, минус один точнее. Еще раз, получается, XS штрих – это сумма длин примыкающих к нулю. Ну, XS штрих, если хотите, у меня XS штрих у меня просто не было никогда, но длина этого отрезка, значит, длина его – это модуль XL штрих плюс модуль XR штрих. Оно же всего здесь написанного равно, значит, сейчас, если я это сложу, то у меня будет сейчас, я немножко, вот здесь я неправильно написал. Наоборот, надо вычитать. Оно же равно XL. Ну, то есть те отрезки, которые раньше считались, так сказать, левыми, они теперь стали считаться длинными, то есть длиной вида сумма длин. Но зато появился новый левый отрезок. Вот, собственно, что произошло. Поэтому это нам объясняет вот эту формулу, что все синие отрезки, которые раньше считались, так сказать, в NL, теперь считаются в NS. Ну, вот, собственно, и все. Вот оно преобразовало. Дальше будет, опять-таки, будет довольно долго происходить неинтересная вещь, а именно NS будет, начиная с вот этого числа, будет каждый раз на единичку уменьшаться, пока мы опять не упремимся в ситуацию, когда оно станет равном. Дальше опять происходит вот это хитрое преобразование, и опять мы дальше долго живем, значит, спокойно у нас. Что здесь важно? Один момент, на который мы пока внимательно не смотрели, но от которого, на самом деле, кое-что зависит. Этот момент, вот он, на самом деле, вот в этой формуле скрыт. Эта формула работает, когда XR длиннее, чем XR. А если все наоборот, то работают, так сказать, симметричные формулы. И на самом деле происходит примерно следующее. Вот те моменты, когда мы приходим вот в это состояние, когда у нас нет, когда мы приходим в состояние SNS равно нулю, это ровно моменты этих самых подходящих или промежуточных, ну, так сказать, N, общее число точек, равно знаменателю подходящей или промежуточной трубы. При этом перещелкивание с одного, ну, при этом у нас происходит, то есть если я теперь чуть более внимательно посмотрю на эту картинку, то у меня интересные переходы бывают двух типов, так сказать, левый и правый. Вот у меня будет сколько-то раз L, потом сколько-то раз R. Вот этот момент перещелка, это как раз переход к следующему знаменателю. То есть вот это у меня была, так сказать, промежуточная, промежуточная, подходящая дробь. А дальше стали уже промежуточные, то есть это, скажем, PN1, вновь там XN1, XN2, XN плюс 1, а дальше следующий XN плюс 1, плюс 1, 1 и так далее. То есть оказывается, что вот эти, так сказать, перестройки между одним и другим пластом, как раз переходы от одной, ну, так сказать, от одной длины цепной дроби до следующей. Вот что на самом деле здесь происходит. Ну, в следующий раз, я надеюсь, мы все-таки одолеем это место и закончим доказательства. Ну и в следующий раз же у нас будет небольшая проверочная работа, ну, где вам будет предложено что-нибудь сделать там с какими-то отображениями окружности, с цепными дробями или чем-то таким. Вот, на сегодня, если бы вопросов больше нет, давайте закончим. Спасибо за занятие. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.